Москва, Санкт-Петербург, Самара, Уфа – города-миллионники. Но теперь их объединяет не только это. Жители мегаполисов смогут дарить настоящее человеческое тепло друг другу на расстоянии. Для этого нужно пробежать в течение 30 секунд на специальной платформе. Накопленный заряд отобразится на экране согревающего автомата в другой части страны. И где-то там, за тысячи километров, человек сможет им согреться. Использовать заряд может любой прохожий. Для этого нужно подойти к конструкции и нажать на кнопку включения, которые на 30 секунд запустят инфракрасный обогреватель. Впечатление замечательное в этот морозный день. Как-то это все очень бодрит, это действительно очень согревает, заряжает позитивной энергией. Нам в очередной раз заслуженно повезло. На самом деле этот проект идет всего в 10 городах России, в том числе и в нашей любимой Самаре. Это большая честь для нас. Ну и я считаю, это нам очень большой подспорь в нашей работе по развитию и популяризации психокультуры и спорта. 3 февраля к акции присоединятся еще 6 городов. Казань, Омск, Ростов-на-Дону, Томск, Новосибирск и Екатеринбург. Проект является частью международного движения «Спорт для всех», призванного развивать и поддерживать интерес людей к любительскому спорту. Цель этого начинания – добавить немного спорта в повседневную жизнь. И показать, что несколько минут ежедневной простой физкультуры – это совсем не сложно и отнюдь не скучно. Я считаю, это прекрасный проект, который нам подготовил Олимпийский комитет России. Почему он прекрасен? Потому что благодаря таким проектам, я считаю, мы популяризируем здоровый образ жизни. Мы прекрасно понимаем с вами и знаем о том, что спорт объединяет. Но в данном проекте мы видим, что спорт не только объединяет, он еще и согревает. До конца февраля самарцы смогут дарить тепло себе и окружающим. Олимпийские перемены становятся общероссийскими и будут объединять людей через спорт в развлекательной доступной форме. Валерия Квасневская, Максим Гусев. События.